При оформлении визы в Польшу необходимо заранее рассчитать возможные затраты. Многие люди, оформляющие разрешение на въезд в Польшу первый раз, слышали о консульских, визовых и сервисных сборах. Но что это такое? Эти вопросы мы постараемся детально разобрать в данном видео. А перед тем, как начать данный видеоролик, хотел бы рассказать про новое уникальное решение для перевода денег из-за границы. Это электронный кошелек Allegro. С помощью него вы сможете пересылать валюту домой без посещения банков и отделений Western Union. А сделать все можно в вашем смартфоне, не выходя из дома. Всего за 1,5% от суммы перевода вы можете заказать вывод наличной валюты для близких в Украине, а также пополнить гривневые карты членов семьи и друзей с автоматическим обменом по курсу PrivatBank. Ссылку, по которой вы получите 5 евро за первый перевод, я оставлю внизу в описании под видео. А мы начинаем. Поехали! Что такое сервисный и консульский сборы? Консульский сбор или визовый – это необходимый платеж при оформлении любого документа именно через консульство. А сервисный сбор – это оплата услуг ППВА, то есть визового центра. Сервисный сбор визового центра. Прежде всего, остановимся на том, что такое визовый центр или иначе ППВА – пункт приема визовых анкет. Это организация-посредник, уполномоченная консульством принимать, проверять и передавать для принятия решения документы от соискателей польской визы. С помощью визовых центров удалось значительно сократить нагрузки на консульство и посольство. Следовательно, уменьшить время ожидания. Однако их услуги платные. Сколько стоят услуги ППВА? Стоимость услуг ППВА и является сервисным сбором. Величина сервисного сбора зависит от многих параметров. В среднем цены такие – Беларусь – 11 евро, Россия – 11-20 евро, Украина – 14 евро. Когда оплачивается и в каком банке? Для украинцев сервисный сбор оплачивается заранее, до посещения ППВА. Сделать это можно только в отделениях уполномоченных банков. Это Кредо-банк, Идео-банк, Приват-банк. Более того, именно в квитанции об оплате прописывается уникальный код, который и является идентификатором записи в визовый центр. После оплаты сбора нужно ожидать звонок от визового центра для утверждения даты подачи документов. Звонок из сервисного центра последует в течение следующих 5 дней, но может случиться и на следующий день после оплаты. Можно ли не оплачивать сервисный сбор? Да, можно, если обращаться не в визовые центры, а напрямую в консульство или посольство. Но, к сожалению, такая возможность есть далеко не у всех, а время ожидания может значительно возрасти. Пошаговая инструкция оплаты для украинцев. Первое. Выбирается ближайшее отделение банков Приват-банк, Кредо-банк или Идео-банк. Второе. Точно определяетесь с необходимым типом визы. Третье. Документ для оплаты. Посещение банка происходит лично с заграничным паспортом. Исключение же составляют родители опекуны несовершеннолетних, за которых они и оплачивают сервисный сбор. Четвертое. После передачи денег будет выдана квитанция об оплате сервисного сбора с указанием идентификатора PTN. Этот код и станет основанием для записи в ППВА. Пятое. Если речь идет о предварительной записи в течение нескольких дней, как правило, от 1 до 5 соискателю перезвонят из центра и предложат выбрать один из свободных дней. Изменять дату можно не более одного раза. А при выборе подачи через новую почту ни звонка, ни согласования даты не будет. Отправить документы нужно будет в течение 90 дней. Шестое. В указанный день посетить визовый центр с целью подачи документов. Можно ли вернуть деньги за сервисный сбор и когда? Если заявитель не явился в указанный день, то центр деньги не возвращает. Для повторной записи потребуется повторная оплата. В редких случаях, если доказаны уважительные причины отсутствия ППВА, то могут пойти навстречу и установить новую дату по уже оплаченному номеру. Вернуть же средства можно в случаях, если оплата состоялась, но день так и не был назначен. В этом случае в ППВА обращаются лично с соответствующим заявлением, паспортом и квитанцией об оплате. Возврат осуществляется в течение 10 дней. Ну что же, друзья, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также напомню, что внизу в описании под видео вы найдите ссылку на группу Viber с работой в Польше. А также всех тех, кого заинтересовал перевод денег через электронный кошелек Allegro, ссылку для перевода через этот сервис я оставлю внизу в описании под видео. Также по данной ссылке получаете 5 евро за первый перевод. Поэтому, друзья, используйте этот сервис для перевода денег. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok